Что такое огородный укроп и его характеристики? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальная Осенью популярные статьи Поиск по сайту найти, описание и ботаническая характеристика растения Для начала, выясним, что такое укроп, однолетний это растение или многолетние Укроп, однолетний и травянистое растение, которое принадлежит к монотипному роду Существует в единственном виде, который называется укроп пахучий или укроп огородный Относится к семейству зонтичные, считается короткоживающим Внешний вид растения с сильным характерным запахом Высотой достигающей полтора метра с прямым или слабоветвящимся одиночным неопушанным стеблем Стебель борозчатый, сизо зеленый, ветвится в верхней части, изогнут между ветвями Листья на черешках расположены внизу, верхние сидячие листья без черешков Форма листьев, яйцевидная, они переста рассеченные, дольки последнего порядка, нити видные Цветет с июня Мелкие цветы с желтыми лепестками собраны в зонтики диаметром 2-4 см, которые в свою очередь образуют двойные лучевые зонтики диаметром до 20 см Семена созревают в конце лета, имеют продолговатую приплюснутую форму, до 5 мм в длину и около 2 мм в толщину Созревшие плоды имеют коричневый цвет и яркий пряный аромат Многих интересует, как иначе называются семена укропа, по аналогии с кинзой и кориандром Однако для них нет особого наименования, это просто семена укропа Виды есть несколько разновидностей укропа, обычный, с одним стеблем, на котором крепятся листья Быстро уходит в цвет, развивая зонтик с семенами Кустообразный, образует от основания несколько междоузлей, из которых появляются дополнительные побеги Главный стебель растет медленно, образуется больше зелени Густооблиственный, на главном стебле расположено множество листьев, внешне напоминает маленькую ель Где растет укроп распространился по всему миру Его выращивают в огородах, часто он растет на участках сам по себе как сорняк В дикой природе встречается в Центральной и Юго-Западной Азии, Северной Африке, Гималаях и Иране, которые традиционно считаются родиной укропа Химический состав, микроэлементы, витамины и калорийность В листьях содержатся углеводы, пектины, каротин, рибофлавин, тиамин, аскорбиновые, никотиновые кислоты, набор минеральных солей, калия, железа, фосфора, кальция Все части растения содержат флавоноиды, кверцетин, изорамнетин, кимферол Также содержится эфирное масло, которое и придает специфический запах, особенно много его в семенах, до 4% В семенах содержится 14-15% белков и до 18% жирного масла, в состав которого входят петрозелиновое, линолевое, олеиновое и пальмитиновое кислоты Калорийность укропа на 100 грамм, свежего 40 килокалорий, сушанова 258 килокалорий, семян 305 килокалорий Пищевая ценность свежего укропа на 100 грамм, белки 2,5 грамма, жиры 0,5 грамма, углеводы 6,3 грамма Как он влияет на организм человека? Укроп – пряная трава, обладающая массой полезных свойств Чаще всего используется его зелень, в которой содержится много полезных для организма витаминов Полезные свойства в укропе содержится аскорбиновая кислота в таком количестве, что для восполнения суточной нормы Витамина С потребуется Всего лишь 100 грамм свежей зелени Добавив пучок укропа в салат, получите в достаточном количестве витамины в 1, в 2, в 5, в 9, РР Повышенное содержание кальция, незаменимого для костной системы, делает эту пряную траву помощником при заживлении переломов Укроп рекомендуется добавлять в ежедневный рацион пожилым людям для профилактики остеопороза Фитонциды в сочетании с аскорбиновой кислотой и другими активными веществами оказывают обеззараживающие, успокаивающие и обезболивающие действия Эфирные масла способствуют перевариванию в жирной и тяжелой пище Вред укроп полезен, но не рекомендуется использовать его в чрезмерном количестве В редких случаях встречается индивидуальная непереносимость фряной зелени укропа, эфирные масла могут провоцировать аллергическую реакцию Кому противопоказан укроп особенности применения укропа? Во всех частях растения есть полезные вещества, поэтому используют и зеленые листья, и стебли, и семена растения Помимо традиционного применения в кулинарии, из них готовят целебные настойки, отвары, масла и экстракты Применяют их в народной медицине и косметологии У средств из укропа масса полезных свойств и почти нет противопоказаний В народной медицине лечебные свойства укропа доказаны наукой, семена официально считаются лекарственным сырьем В диетологии, в народной медицине зелень тоже используется Настой из побегов и листьев, а также отвар из них легко приготовить в домашних условиях Принимают его при гипертонии и как мягкое обезболивающее, мочегонное средство Эфирное масло и семена – натуральное и безопасное успокоительное и спазмолитическое средство Настой или отвар из семян употребляют внутрь при расстройствах желудочно-кишечного тракта, как противогемороидальное средство Наружно он действует как ранозаживляющий, снимает воспаление и зуд от укусов насекомых С такой же целью наружно применяют компресс с кашицей из листьев укропа В косметологии измельченная зелень входит в состав масок и компрессов, предназначенных для осветления пигментных пятен Они освежают кожу лица, шеи, рук и питают ее витаминами Ледяные кубики из укропа снимают отеки вокруг глаз, уменьшают воспаление и увлажняют кожу Масла из семян укропа, а также различные экстракты из зелени, используют в производстве кремов, лосьонов, мыла, зубной пасты В кулинарии пряная зелень укропа с давних времен стала приправой для приготовления различных блюд, из мяса, рыбы, картофеля, салатов Свежие листья и стебли добавляют в салаты, горячие и холодные блюда Зонтики соцветия используют при домашнем консервировании овощей Применяется в кулинарии укроп в свежем, сухом и соленом виде Особенности выращивания укропа Укроп – неприхотливое, холодостойкое растение, которое не требует тщательного ухода Он прост в выращивании, легко размножается самосевом, растет почти как сорняк, но и в его агротехнике есть свои особенности Посадка сеть укроп можно в середину весны, сразу после схода снега, когда температура воздуха будет выше минус 4 градуса Прорастать семена начнут уже при температуре плюс 3 градуса Для получения раннего урожая начинают посадку при наступлении подходящей температуры и подсеивают каждые две недели вплоть до конца Лето, обеспечивая постоянный сбор свежей зелени Хорошо всходит укроп, посеянный под зиму Для этого в конце осени подготавливают грядки, вносят удобрения, тщательно рыхлят и делают бороздки глубиной 2 см с расстоянием 20 см между рядами Потом укрывают их до наступления заморозков Высевают семена в промерзшую землю, присыпая почвенным субстратом из торфа и перегноя Весной при наступлении благоприятной температуры появятся всходы Это будет самый ранний урожай в открытом грунте, на две недели раньше, чем при весенней посадке Летняя посадка не дает такого результата, особенно если не проведена предпосевная обработка посадочного материала Раскрытие оболочки семян затруднено из-за обилия эфирных масел, которые трудно разрушаются, если семена не перезимовали в земле Поэтому их специально готовят Замочите семена в горячей воде плюс 60 градусов и меняйте ее несколько раз в сутки Можно замочить в стимуляторах роста Прорастите под влажной марлей в течение 4 дней Подсушите полчаса и высевайте на подготовленные грядки Высаживают укроп на открытом, солнечном месте Почвы могут быть любыми Выращивание первой всходы появляется примерно через 10 дней после посева Проходит 1,5-2 месяца с момента посадки до уборки его на зелень Дальше развиваются цветы, зонтики и формируются семена Выращивают укроп в открытом грунте, весенний и подзимний посев В закрытом грунте, теплице, парнике, дома, на подоконнике или балконе В открытом грунте получают несколько урожаев за лето, используя повторные посевы Это самый распространенный и простой метод выращивания укропа В теплице без обогрева посадку начинают с марта, когда на участке еще не сошел снег Выращивают весь сезон вплоть до наступления сильных холодов А если обеспечить температуру в плюс 15, плюс 20 градусов с и дополнительное освещение в зимний период, то в защищенном грунте будете получать свежую зелень круглый год На подоконнике укроп выращивают в контейнерах При таком типе выращивания выбирают семена определенного сорта и места, которые обеспечат достаточное количество тепла и света Укроп – светолюбивое растение, чтобы всходы не зачахли, им потребуется дополнительное освещение Для этого подойдут фитолампы на основе светодиодов Однако такой метод не всегда будет экономически выгодным Используются сорта – ранние, среднеспелые и поздние Ранние – фейерверк, грибовский, зонтик, гренадер и дере Срок спелости достигают через 35-40 дней Среднеспелые – геркулес, лесногородский, кебрай, узоры, борей, решелье Они наращивают большее количество зелени, чем раннеспелые сорта, так как стеблевание наступает у них на неделю позже Позднеспелые – нежность, гладиатор, аллигатор, амазон, буян, кентавр, салют От всходов до стеблевания 65-70 суток У этих сортов высокая урожайность и сильнее аромат благодаря длительному накоплению эфирных масел Уход – правильный уход за растениями – залог здорового, богатого урожая Он заключается в профилактике заболеваний, подкормки, прополки, поливе и рыхлении почвы Основа профилактики болезни укропа – не допускать загущенности посадок, прореживать их и вовремя выпалывать сорняки В качестве подкормки используют органические удобрения, например, сброженный крапивный настой Это азотная подкормка, еще и защита для растения, так как ее не выносит тля При поливе важно направлять жидкость под корень, излишне не переувлажнять и после полива рыхлить почву Сбор и хранение уборку зелени начинают, когда на кустике укропа появляется 4-5 листьев Листья отщипывают частично или срезают целиком ножницами Сбор проводят утром, после высыхания росы, за сутки растения поливают Укроп для засолки убирают после зацветания зонтиков Сбор семян укропа проводят до их созревания, срезая соцветия и помещая их в бумажный пакет или марлю В сухом и теплом месте, защищенном от солнечных лучей, они дозревают в течение недели Затем их отделяют от стеблей и хранят в герметичной посуде Листья и молодые побеги замораживают, сушат и засаливают Для заморозки зелень мелко режут, раскладывают в небольшие контейнеры и убирают на хранение в морозильную камеру Сушат укроп, чаще всего целиком, связывают в пучки и развешивают в проветриваемом помещении Или измельчают и просушивают в духовке Засаливают в стеклянных банках, для этого пересыпают солью и плотно утрамбовывают Такую заготовку хранят в холодильнике до 6 месяцев В заключении обычная огородная трава, укроп, при ближайшем рассмотрении оказывается интересным и весьма полезным растением Его просто выращивать на участке, достаточно найти подходящее место и соблюдать базовые правила ухода Выбрав оптимальный сорт в соответствии с климатическими условиями, вы будете иметь свежую зелень в течение всего сезона Укроп огородний в народной медицине и как питание Watch This Video on YouTube Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!